Христос воскресе, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. Благодатный огонь, мироточение икон, нетленные мощи и множество других чудес с которыми, так или иначе, христианин сталкивается в своей жизни, наталкивают его на размышления о том, насколько подлинны эти чудеса и какое их место в нашей жизни, почему и для чего Господь даёт нам соприкоснуться с чудом. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком храма в честь Сретения Господня города Самары Иреем Павлом Куренковым. Отец Павел, здравствуйте! Здравствуйте! Христос воскресе! Поистину воскресе! Отец Павел, вопрос самый основной, самый главный, насколько вообще важны чудеса в жизни православного христианина? Потому что я просто поясню, что было понимание, что ты читаешь Евангелие, видишь множество чудес, читаешь жития святых, видишь в житиях тоже множество чудес, и потом смотришь на нашу жизнь и такой, а где все чудеса? А что, что-то поменялось? А что, неужели вера в людях угасла? И почему-то вот у человека сразу ставится знак равного между верой и чудесами. Если нет чудес, значит и вера теряет смысл, да, или вот не прекращаются споры по поводу благодатного огня. И вот даже накануне, буквально вот Пасхи, да, в Великую Пятницу, Великую Субботу, открываешь новости, и, значит, одна из первых новостей, значит, суд в Греции оправдал автора книги, где рассказывалась тайна благодатного огня, что якобы патриарх его зажигает. И ты смотришь, думаешь, ну это специально, что ли, вот новость такую решили, прямо вот накануне Пасхи. И якобы это сразу должно выбить верующих, значит, и из колеи, что вот, это великий обман, веры никакой нет. Как будто бы вера христиан заключалась в том, что благодатный огонь сходит чудесным образом. Хотя здесь, как бы, понятное дело, у нас разговор не о том, насколько истинно или неистинно это чудо. Здесь как действительно по словам Христа, по вере вашей да будет вам. Но вот вопрос в том, насколько чудеса важны для христианин, какое место они занимают в нашей жизни? Ну, я думаю, что, наверное, нужно определиться терминологией, о чем мы вообще будем говорить, что такое чудо. Чудо, в нашем понимании, чаще всего это какое-то сверхъестественное событие, то есть, ну, когда происходит из ряда вон что-то выходящее. Но если более приземленно говорить, вот сама наша жизнь, проснуться утром и провести текущий день, это вообще само по себе чудо. Потому что, ну, сколько бывает так, что человек и жизни лишается и во сне, и по-разному все бывает. Поэтому, если говорить о вот таком председательном понимании, что вообще все, что нас окружает, сама возможность даже такой встречи и прочее, прочее, то есть, что в нашей жизни происходит, когда человек там, например, даже по-простому, он, например, собирался поехать на автомобиле в гости, а так сложилось, что он, например, подумал, а, тут пара остановок, да, не буду машину заводить, пойду пешком, да. И, например, в этот момент он, например, что-то, кого-то встречает, и происходит какая-то беседа. Или, например, происходит та ситуация, когда происходит какая-то беда, и этот человек, он, если бы поехал на автомобиле, он бы не смог помочь, он не увидел бы вот эту беду и не смог там помочь человеку, да. Поэтому, если говорить о каких-то таких приземных вещах, то чудо, оно нас окружает постоянно. И здесь мы должны, наверное, открывать свое христианское сердце к этому пониманию, что многие чудеса, они происходят, просто для нас они стали обыденностью. Если говорить о каких-то сверхъестественных чудесах, то вообще можно, наверное, сначала поговорить о чудесах Спасителя, да, потому что мы начали говорить про Евангелие, и Евангелие нам сообщает множество великих чудес, это мы с вами, прямо вот, если перечислять, это очень много, да, умножение, там, пяти тысяч хлебов, да, это и исцеление расслабленных, и исцеление слепорожденного, там, и исцеление больного человека у Преселамского купеля, и множество-множество великих чудес, да, которые Господь совершает. А ведь в Евангелии сообщаются только основные чудеса, наверняка были в жизни Спасителя и те чудеса, которые Евангелие умалчивает о них. Вот. Поэтому, если говорить о чудесах Спасителя, какие и как чудеса Господь творил? Господь не совершал чудеса по какому-то определенному заказу, да, бывали такие ситуации, когда ко Кресту приходили иудеи, и они требовали от него чудес, для того, чтобы совершить уверение какое-то. Это вот вполне нам евангельский пример, как нужно относиться к чуду, то есть не надо его требовать и не надо его прям вот таким образом искать. То есть Господь не давал таких вот заявленных, каких-то вот чудес, чтобы вот прям вот уверить тех людей, которые вот порой, знаете, вот когда человек находится в неверующей среде, да, и вот ему говорят, что вот, а вот Господь совершал чудеса, ты соверши чудо, и вот мы тогда поверим, да. То есть вот в этой ситуации Господь не совершал чудеса. Господь совершал чудеса на основании веры, да, когда мы с вами знаем, что к нему приходит человек и просит исцелить дочь, начальника синагоги, дочь Иаира, да, и Господь идет, и там практически даже не исцеление, а происходит воскрешение, когда происходит исцеление там расслабленного, и когда Господь исцеляет, даже порой Он совершает чудеса не вот фактически присутствуя, а когда приходит человек и говорит, отрок мой болеет, и ну я знаю, что ты скажешь, то есть я вот являюсь сотником, в моем подчинении сто человек находятся. Я одному говорю, иди, он идет, другому говорю, иди туда, и он приходит. И как бы намекая на том, что вот ты скажи только слово, и твое слово совершает это исцеление. Через там Господь порой, то есть совершает чудеса по вере, мы с вами выяснили, и порой некоторые чудеса, когда это связано с исцелением, Господь совершает таким образом, сначала исцеляет душа, Он, как говорит, прощается тебе грехи, и там больше не согрешает. И происходит само исцеление, поэтому чудеса. Если вот говорить о чудесах Христа, как раз вот это происходит, то, что Господь их совершает, своей божественной силой, для него это так же просто, как врачу, там, я не знаю, сделать перевязку, но при этом самое важное, что Господь не совершает чудеса каким-то медицинским образом. То есть он не берет там пластырь, не залепляет, ну, там, конечно, те времена, может быть, не пластырь, но имиду не берет методы той современной медицины и не совершает какое-то там лечение, а он совершает своей божественной власти. Даже когда исцеляет слепого человека, он берет, плюет в землю, совершает брение и помазывает. Казалось, с медицинской точки зрения, ну, никак ты глаза не вылечишь таким образом, когда ты возьмешь, плюнешь в землю, и там грязью намашь это. А святые отцы вообще объясняют, что Господь совершает это чудо, когда творит человека, он творит человека из праха земли, из праха земного. И таким же образом он как бы из праха земного выставляет свое поврежденное творение. Поэтому, если говорить о чудесах Христа, они происходят, которые нам сообщает Евангелие, это как раз его, та божественная воля помочь в той или иной ситуации, когда либо нужно помочь человеку, либо для того, чтобы явить славу Божию, когда мы с вами говорим про слепорожденного, там вообще говорится, апостол спрашивает, «Господи, а почему он слепой? Это что, согрешили его родители, или он сам такой грешный?» Но Господь говорит, что не родители, ну, конечно, все люди грешны, но в том понимании, что вот эта слепота не была причиной, там сказать, греха этих родителей или его грехов, а для того, чтобы на нем явилась милость Божия. Некоторые чудеса Господь творит как знамение, показывает свое божественное достоинство. Например, даже вот такое чудо, которое мы с вами регулярно празднуем, преображение Спасителя, когда Господь заходит на Фаворскую гору, и он, казалось бы, вообще не совершает чудо, он просто показывает свое божественное достоинство. То есть, когда ученики постоянно находились с ним, они не видели то божественное сияние, тот божественный нетварный свет, а вот совершилось чудо в том, что он приоткрыл им очи, и они увидели, какой он. Поэтому, если говорить о Христе, то это как раз вот те чудеса, которые не всегда даже, может быть, назвать можно чудесами, а именно те ситуации, когда он с позиции своей божественной власти совершал определенные какие-то действия. Ну, цель этих действий была первая спасение души человеческой. Безусловно. Безусловно. вот как мы говорим о христоцентризме Священного Писания, мы даже в семинарию на уроках догматического богословия неоднократно слышали, что Священное Писание, оно христоцентрично. То есть, в каждом, ну и на уроках тоже Ветхого Завета, Нового Завета, что в каждой строчке Ветхого Завета скрывается нерожденный Христос, а в каждой строчке Нового Завета происходит раскрытие пророчеств об Иисусе Христе. Хорошо, Батюшка. Здесь мы поняли цели Христа, цели его чудес. Как-то вот эти цели чудес совпадают с теми чудесами, которые происходят в нашей жизни, в жизни христианина. Для чего мы наблюдаем, да, для чего, почему мир оточит иконы, да, почему вот сходит благодатный огонь, почему есть нетленные мощи, почему там в жизни человека по той или иной причине тоже происходят различные вещи, может быть, необъяснимые для него, то есть и какое место они занимают в нашей жизни, потому что порой ты наблюдаешь, что человек действительно начинает искать чудес, то есть он прям вот гонится за ними, он хочет везде все посмотреть, съездить, услышал где-то, там икону миран точит, я туда обязательно съезжу, посмотрю, или там там какое-то чудесное событие произошло, да, тоже вот фильм недавно был снят про стояние Зои, это тоже страшно, мне кажется, даже не один фильм был да, 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 но я имею в виду, что вот тоже недавно был показ фильма, это тоже чудо, страшное, но чудо, вот какой в этом смысл, для чего Господь творит эти чудеса в мире, может быть, Господь нам что-то хочет через это сказать, или что, и как они влияют на нашу веру, зависит ли наша вера от этих чудес? Вопрос на самом деле непростой, поскольку сами чудеса, ну, как мы уже выяснили, мы чаще всего чудеса называем именно вещи сверхъестественные, потому что наша обыденность, казалось бы, все равно это тоже чудо, но мы не называем, если мы говорим о сверхъестественном, то, скорее всего, мои предположения, что это по нашей немощи, поскольку, вот даже, знаете, когда человек рождается, приходит в мир, то мама его опекает от каких-то там опасностей, всего, когда человек вырастает, то вот эта излишняя опека мамы, мама уже ему такова не нужна, она ему нисколько, например, помогает, там он уже понимает, там там, сыну 40 лет, и мама ему шарф одень, а то простынешь, вот, излишняя какая-то может быть опека, она не всегда идет в пользу, так, наверное, с чудесами, то есть специально чудес мы, конечно, искать не должны, но если происходит что-то такое необычное, мы должны всегда насторожиться, почему, какая природа чуда, мы с вами знаем, что есть божественная природа чуда, когда Господь, вот Евангелие нам сообщает, Евангелие нам сообщает, когда Господь совершает чудеса, а бывают те ситуации, когда казалось бы, видимым чудом происходит какое-то страшное искушение, такое же тоже бывает, я думаю, отец Назарь тоже по священнической практике все равно сталкивается с такой ситуацией, когда люди приходят и, например, о чем-то сетуют, там, вот, ну это, конечно, не совсем с чудесами связано, например, вот природа сна, постоянно вот на тематику снов там сообщает, там, а вот мне приснилось, а вот я вот видел сон, и вот потом этот сон мой сбылся, да, чудо. Да, вещи, вещи, сон, действительно, такие примеры есть. чудо, да, вот, а вот все, что я вижу, все сбывается, да, как бы человек становится заложником определенных обстоятельств и чудес, поэтому есть те чудеса, которые чудеса Божьи, мы не можем отгадать божественный замысел и не можем полностью объяснить, почему то или иное чудо совершается. Бывают те чудеса, которые, вот мы говорим о мироточении икон, да, мы сейчас, как бы, радуемся, с одной стороны, что происходит чудо, но если обратиться к людям, жившим раньше, то когда плачет икона, для них воспринималось это как какое-то падение, что если вот происходит такая ситуация, что икона плачет, значит, мы делаем что-то не так. И люди боялись этих чудес раньше. Это сейчас мы мироточить икону, о чудо, давайте поедем, приложимся. Нет, это все прекрасно, если произошло Божье чудо, если мы можем поехать к этой чудотворной иконе, когда Господь, а чудотворная икона, что это Господь или представь Дева наше множество, великое множество икон чудотворных Преста и Богородица, когда небесная заступница проявила у нас особое такое ходатайство, и мы безусловно посещаем эти святые места. Вот даже мы с вами вспоминаем особо почитаемом в нашем регионе Ташлинская икона Божьей Матери, избавительница от бед, явилась икона, на этом месте появился родник, который бьет, и мы туда имеем возможность есть, омываться и как бы соприкасаться с этой ситуацией чудо. Но бывает, когда человек, я не знаю даже, как это все охарактеризовать, правильный, когда он именно становится заложником чудес. А вот будет чудо, поверю, а вот будет та ситуация, и вот мне Бог да, значит, так оно и надо. И вот он в этой ситуации человек порой он неправильно распоряжается своей свободой, ведь Господь сотворил человека свободным. И вот сама возможность, когда мы говорили об Адаме и Еве, как-то давно, сама возможность человека совершить, вступить по Божьей или совершить грехопадение, это возможность выбора человека. А когда человек, и Господь же, он действует в мире, он каким образом? Он помогает нам через других людей. Он, если бы Господь всегда действовал в мире, через приоткрытие своего божественного ликого, там все, трубы ангельские возгласили, Господь спустился с небес, да, и вот там перевел тебя через дорогу, условно говоря, да, конечно, ситуация не идеальная, то в этой ситуации человек бы, он был заложником своего, этого чуда, и не мог совершить доподлинный выбор. Ведь, когда мы даже говорим об апостоле Фоме, там есть такие слова, что Господь ему обращается. Ты уверил в меня, поверил мне, потому что меня увидел, но блаженны те, которые не видели, но уверовали. Поэтому доподлинно заниматься поиском чудес, это неоправданно, но если объективно говоря, совершается Божие чудо, миротечения иконы или какие-то определенные чудеса, которые, ну вот, даже вот с богословской части они совершаются, ну, я даже не знаю, как правильно выразить, не то, что с православной традицией, но то есть церковь признает это чудо как чудо, мы должны этому довериться. Но если происходит, вот я вышел на улицу, развелись облака, посветил солнышко, о чудо, чудо, чудо. Ну вот этих чудес, я думаю, что стоит остерегаться. То есть если мы говорим о нашей жизни, о жизни христианина, то цель чудес, опять же, до конца мы, как вы сказали, батюшка, мы не можем познать промысел Божий, почему? Конечно, промысел Божий нас сокрыт. Мы не можем знать точно и наверняка, но все-таки определенные моменты, о которых вы сказали, то есть это опять же подкрепление человека в вере, наставление его и может быть иногда даже где-то предостережение, то есть призыв к покаянию. Пароль и так бывает, да. То есть мы видим, что смысл чудес нашей жизни, опять же, вокруг главного сходится вокруг Христа. То есть смысл чудес в том, чтобы обратиться к человеку. А Божию, да. То есть цель человека, она не просто родиться такой-то датой и умереть вот такой-то датой. А цель человека в нашей жизни это как пребывание младенца в утробе его мамы, да. И вот человек, он живет с глобальной целью, имея в себе образ Божий, стремление к достижению подобия Божия. То есть к Божию цель идет. И поэтому чудеса, они, может быть, Господом нам посылаются для определенных каких-то моментов, определенных ситуаций, чтобы, может быть, в чем-то уверить, как правильно батюшка сказали, в чем-то предостережить, а где-то призвать к покаянию. Но получается так, что все-таки наша вера, она не основывается именно вот на том, что там мироточит икона или не мироточит. То есть это не главное основание нашей веры. Наше все-таки основание веры это Христос. Безусловно. Его воскресение. Да, есть глобальное чудо, которое мы верим, это воскресение Христа, да, но вот именно то, что нас окружает, это на самом деле особо и никак не влияет на то, что я верю во Христа, да, то есть как подкрепление, как уверение, как поддержка, как наставление, действительно, но даже если вдруг по каким-то причинам, может быть, и нет больших сверхъестественных чудес в моей жизни, это никак не делает меня человеком неверующим или как-то не колеблет мою веру в Бога. тогда вот еще один такой момент, а как, батюшка, вот вы упомянули про сны, про то, что там вещи сны иногда могут присниться, мы знаем, что святые отцы очень критически относились вообще к тому, чтобы доверять снам, а как отличить настоящее чудо, например, от какого-то сверхъестественного, от сверхъестественного какого-то в кавычках чуда бесовского, то есть, что это действительно это искушение, это не настоящее чудо и чудо не от Бога, потому что вы говорили, да, что есть чудеса божественные, а есть вот непонятно что, то есть еще и самовнушение, да, самовнушение, и, да, там есть определенные три природы чудо-божье чудо, в середине чудо по самовнушению и чудо бесовское. Да, то есть есть именно, да, ложные чудеса, мы об этом, кстати, даже и в апокалипсии, да, читаем, что будет дана власть. Будут уже пророки и дадут как раз многие знамения чудеса. Да, ложные чудеса совершать, но при этом они называются чудесами, то есть, видимо, какие-то вещи сверхъестественные. Как человеку, христианину, разобраться? Где настоящее чудо божественное, где игры разума человеческого, а где ложное чудо от дьявола? И как быть, если человек не знает, настоящее чудо или нет? Вот как определить и как быть, если ты сомневаешься? Ну, как сказать? Давайте начнем с середины, то есть чудо по самовнушению. Медицина, мне кажется, эффект плацебо. Слышал о таком? Да, я слышал. Эффект плацебо. Ну, то есть, например, когда человек болеет тяжким недугом, там, например, онкология, рак, да, и вот когда я лежал в больнице с переломом руки, руки своей, то имел такое общение как раз вот рацию и не рацию. То есть я семнарист на третьем курсе и вот со мной общается врач. Он говорит, вот есть такое чудо по внушению, он мне рассказывал, что была такая ситуация. Дружили парень с девушкой и вот так сложилось, сложилось, что у нее была онкология и ей врач сказал, вот смотри на улицу, а там росло дерево. И вот когда упадет последний листик на дереве, то ты умрешь. Ну, то есть, ну, ты сгораешь буквально на глазах. Вот не знаю, что там, раньше дерево упадет или собственно ты умрешь. И вот этот юноша, этот парень, он сделал как? Он пошел ночью, когда она спала и несколько листьев привязал к дереву ниткой. И вот она смотрела на это дерево и произошло то, что она выздоровела. То есть, настолько вот это напрягла свои внутренние ресурсы организма вот эту надежду, что произошло чудо выздоровления. Говорить, что это сверхъестественное чудо, да, действительно, мы можем так говорить, потому что не бывает так, что вот человек там заболел и вот он там раз и вздавливает, все равно мы связываем с этим... Неизлечимая болезнь. Неизлечимая болезнь, да, и мы все равно смотрим, как будто это необычное происшествие. Если говорить о чудесах божьих, давайте вспомним Иону в очреве Китова, да, вот, то, что Кит проглотил Иону, само по себе чудо, да, мы с вами знаем, что киты, они по своей природе питаются мелкими рыбами. И вот Иона, ему было Божьей воле пойти Невею проповедовать, а он не идет туда, как бы нарушает Божью волю. То, что там люди нечестивые живут, они меня не послушают, я не пойду. Вот то, что он живой остается в очреве Кита, но это мы верим Писанию, да, для нас, для православных христиан, священное Писание является достоверным источником, поэтому то, что он пребывал там в очреве Кита три дня, в трое суток, да, и потом пошел для нас безусловно чудо, и это прообраз воскресения Христова, когда Господь во гробе пребывал и потом воскрес. Вот. Если говорить о бесовских чудесах, но здесь опять, наверное, более обратиться к монашеским практикам, потому что мы с вами такие люди, мы, Господь нас сохраняет в таких ситуациях чаще всего, ну, чаще всего, но не всегда бывают такие ситуации, когда они происходят. А монахи – это те люди, которые выходят на духовную брать, да, есть такой монашеский труд «Лествица Иоанна Лествичника», да, и там описывают различные духовные брания, варенья, да, и есть и потеряки, которые рассказывают об одной из разных ситуаций в монашеской жизни, и вот рассказывается в одном из потеряков такой случай, когда был монах, который жил благоугодной жизнью, и вот к нему пришло такое искушение, ему то ли явился ангел, то ли я точно не помню, но ситуация была такая, что вот завтра за тобой придет колесница огненная и вознесет тебя, как пророк Илья на небо. И этот монах, благо он выпал с окна второго этажа, то есть он сломал ноги, руки, но я имею в виду, что он не погиб, и для него осталась возможность покаяния. Я к чему это все говорю, что порой мы должны задать вопрос, кто я такой, что ради меня совершается такое чудо. То есть когда вот происходит что-то такое, кто-то тебе является, кто я такой, чтобы не явился Господь. Вообще само явление Господа явление страшное. Не всякий человек вообще может его пережить, да, мы с вами евангельский случай явлению Господа встречаем, когда Господь явился божественным властью перед учениками. Они полениться и боялись просто в трепете находились, да, вот кто я такой, чтобы мне Господь ввел определенное чудо. То есть, мне кажется, вопрос еще определенной гордыни, когда происходят бесовские чудеса. А как быть, когда сомневаешься, когда ты не знаешь, какой категории отнести вообще, как к этому относиться? Вот произошло что-то в твоей жизни необъяснимо, и ты понять не можешь, то ли это Господь тебе помогает, то ли это наоборот дьявол тебе какие-то палки в колеса вставляет, понимаете, и ты не знаешь, как этому вот, как эта ситуация относится. Как быть тогда в такой ситуации? Ну, в этой ситуации, как быть, доподлинно, мы не имеем такого колоссального духовного опыта, но в этой ситуации, как быть, было и было. Вот, когда ты относишься к этому, как было и было, если действительно в чем-то происходит воля Божия, и, безусловно, происходит синергия воли Божьей и Божьей человеческой о спасении самого человека. Если это происходит от Бога, то все равно произойдет какая-то такая ситуация, когда ты будешь повернут к этому определенному решению, но примешь его все равно его сам. А искать в чудесах камень нашей веры, это путь в никуда. Поэтому здесь самое важное, что для нас именно камнем нашей веры должен быть Христос, который краеугольный камень нашей веры. Ну, да, как вы говорите, было и было. То есть, грубо говоря, то, что вы сказали, когда ты не знаешь, как относиться к тому или иному событию, какому-то необычному в твоей жизни, да и понять, откуда оно. В этом плане тоже вот есть хороший совет профессора Алексея Ильича Осипова. Он говорил, когда не знаешь, и не принимай, и не отвергай. То есть, ну, как бы, есть и есть, ну, было и было. Все, как бы, занимайся своим духовным спасением, да, сосредоточься над тем, что важно для тебя, а как бы это, ну, есть и есть. Спасибо, отец Павел, за добрую беседу. Будем надеяться, что те чудеса, которые происходят в нашей жизни, сверхъестественные и личные, и просто даже вот чудо, просто торжества жизни, которое нас окружает, что все это нас будет уверять, поддерживать на нашем пути ко спасению на нашем пути ко Христу и давать нужный вектор нашего спасения. Самый годный Христос. Аминь. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok